Предотвратить развитие рецидива вы не сможете. Бывает такое, что больной человек может быть сам себе донором костного мозга. Опять же, активное солнце, оно ни для кого не полезно. Ни для взрослых, ни для детей. Перед тем, как дать слово Ирине Олеговне, я, наверное, кратко попытаюсь объяснить, почему может произойти рецидив после трансплантации. Я думаю, она подтвердит мои слова, что сама по себе трансплантационная технология не является панацеей, правильно? То есть мы, скажем так, увеличиваем шансы ребенка на полное выздоровление, потому что мы предполагаем, что пересаженные клеточки, образуя новую иммунную систему, будут осуществлять так называемую реакцию трансплантат против лейкоза. То есть новая, заново созданная нами иммунная система будет работать против тех клеток, которые в организме ребенка могут повторно вырабатываться. Потому что если мы предполагаем, что у ребенка рецидив заболевания все-таки наступил, то клетки могут быть настолько рефрактерные, что последующая химиотерапия просто не сможет их преодолеть в дальнейшем. И шанс развития повторного рецидива, он возрастает в геометрической прогрессии. Исходя из этого, мы полагаем, что новая иммунная система, она будет обладать новыми свойствами, у нее память совершенно другая, и, соответственно, она поможет организму ребенка бороться с лейкозом, если он захочет развить рецидив заболевания, скажем так. Если говорить такими немедицинскими терминами, в общем-то, я думаю, что Ирина Олеговна... Немного расскажет об этом. Да, Ирина, здравствуйте, уважаемые зрители. Присоединяюсь к словам Натальи Андреевны. И поздравляю вас также с праздниками наступившими. И добавлю по поводу нашей темы, что, конечно, трансплантацию мы рассматриваем и проводим с целью и надеждой, что это будет завершающий этап лечения лейкозов. Но, к сожалению, бывают такие злокачественные, такие злые и агрессивные формы лейкозов, которые трансплантация не в силах побороть. И болезнь возвращается. По каким причинам она возвращается? Ну, факторы уже перечислены, Наталья Андреевна. Добавлю, что это может быть еще и неудача трансплантации из-за не совсем удачного подбора донора, либо иммунная система не до конца адекватно среагировала. И мы, к сожалению, не можем 100% давать гарантии, что трансплантация сработает и лейкоз никогда не вернется. Мы очень сильно этого боимся, и поэтому проводим постоянный мониторинг на определенные сроки, на 30-е, на 60-е, 90-е, 20-е, 180-е и 360-е дни от трансплантации, именно для того, чтобы на ранних сроках поймать этот самый рецидив и как можно быстрее начать с ним бороться. Бороться с ним можно. То есть, если у нас после трансплантации, к сожалению, не дай бог, возникают рецидивы заболевания, мы не ставим крест, а мы пытаемся как любыми способами найти возможность для продолжения лечения. Это может быть как и повторная трансплантация, но с применением уже другого донора, либо использовать другой источник трансплантата, или это проведение дополнительной терапии с применением препаратов, которые используются редко, но используются с большой эффективностью, если мы знаем, на что мы действуем. То есть, это применение молоклональных антител, например. Если мы понимаем, что у нас есть определенный клон, на который подействует определенное лекарство, мы его можем использовать. Выводить ребенка в ремиссию и потом проводить повторную трансплантацию. То есть, вариантов несколько, варианты есть, но, конечно, сам факт рецидива, а тем более рецидива на ранний срок после трансплантации, это неблагоприятный фактор. Но медицина не стоит на месте, и мы все-таки надеемся, что, во-первых, рецидивов будет меньше, а, во-вторых, что мы будем с ними бороться. Я хочу сказать, что сейчас, как уже сказала Ирина Леговна, медицина не стоит на месте, и всегда есть способы более точного локального контроля заболевания. То есть, в первую очередь, это проведение молекулярно-генетических исследований, которые позволяют определить, насколько полной достигнута ремиссия. Особенно это актуально в рамках как раз планируемой трансплантации костного мозга. Если мы планируем, нам очень важно, чтобы в организме ребенка болезнетворных клеток, которые могут дать начало новому опухолевому клону, чтобы их просто не оставалось. Поэтому перед трансплантацией мы стараемся максимально провести комплексное обследование, включая контроль основного заболевания. Как правило, это ПЦР-методы, которые позволяют определить опухолевые клетки до, скажем так, исчисляемых копий, и уже, соответственно, совместно работая с отделением трансплантации, в общем-то, госпитализировать ребенка для проведения этого высокотехнологичного метода лечения. Что касаемо рецидива, если он возник после трансплантации, то в целом причины его также не ясны, но можно предположить, что причиной является высокая злокачественность лейкозного клона, который, несмотря на работу пересаженной иммунной системы, все-таки развился и преодолевает противоопухолевую работу трансплантата. У нас бывали такие случаи, я думаю, что трансплантологи не дадут, скажем так, соврать, не дадут соврать, когда у ребенка уже развивается рецидив, а трансплантат еще функционирует. Такое тоже возможно. И в таких случаях это не значит, что можно как-то переломить ситуацию. Нет, это совершенно не значит это. Я лишь хочу сказать, что работающий трансплантат, если он осуществляет противоопухолевую активность, не всегда может на 100% подавить опухолевый клон, особенно если это, скажем так, изначально крайне неблагоприятный вариант лейкоза. Но могут быть и более благоприятные варианты, никогда не нужно их списывать со счетов. Считать, что если неблагоприятная генетика, изначально высокой группы риска, значит, несомненно, лечение не увенчается успехом. Это совершенно не так. Что касаемо химиотерапии, которая проводится в случае рецидива заболевания после трансплантации, то там, как правило, используются схемы, которые мы бы, в общем-то, применяли и при лимфобластном лейкозе второй-третьей линии. То есть это различные блоки, которые содержат флодоробин, содержат цитозар, содержат метоксантрон, содержат адорубицин. То есть это те препараты, которые в целом используются в лечении рецидивов лимфобластного лейкоза для достижения ремиссии перед трансплантацией. Ничего нового, наверное, в настоящий момент, кроме моноклональных антител, о которых уже сказала Ирина Олеговна, нет. И такие способы, они в комбинациях используются в индивидуальном порядке. Каждому ребенку разрабатывается индивидуальный подход, индивидуальная схема, которая позволяет в каждом конкретном случае по возможности достигнуть ремиссии. Спасибо большое за вступление. Уважаемые коллеги, у нас есть вопросы. Я единственное хотел бы сделать акцент на несколько моментов, которые прозвучали, чтобы вы могли четко их отразить. Потому что, ежели нас спросили по поводу рецидивов после, до трансплантации, значит, тема действительно с одной стороны животрепещущая, а с другой стороны, я думаю, что можем еще раз несколько моментов проговорить. Первое. Это все-таки по поводу до трансплантации рецидивы. Действительно, можно подумать, что там, знаете, недооценили группу риска, переоценили группу риска. Мы об этом еще поговорим. Но, как правило, все-таки пациент с лейкозом, по какому бы он протоколу не лечился, он многократно обсуждается протокольными комитетами. Особенно, если мы говорим про два рекомендованных у нас протокола Российской Федерации, Москва, Берлин и Берлин, Франкфудов, Мюнстер, вы знаете, что у нас и такая группа есть, российская, и такая группа есть. Пациенты обсуждаются. Это первое. Поэтому, если у вас есть вопросы, риск рецидива, такая минимальная остаточная болезнь, всякая минимальная остаточная болезнь, пожалуйста, начните с вашего лечащего врача вопрос. Что касается рецидивов после трансплантации, у нас есть такое понятие, как донорский химеризм. О нем сказала и Наталья Андреевна, и Ирина Олеговна. Что такое донорский химеризм? Это сколько процентов клеток в костном мозге хозяина, сколько процентов клеток донора. К большому сожалению, если мы смотрим много миллионов клеток, и из них даже есть, грубо говоря, оставшаяся тысяча, которая, скажем так, имеет опухолевый клон, она, к большому сожалению, даже имеет такое небольшое по сравнению с миллионом число процентов, то есть, донорский химеризм, например, 99% донора, все равно эти оставшиеся клетки теоретически могут вызывать рецидив заболевания, но наш подход в нашем центре, давайте мы как бы за нас будем говорить, он заключается не только в надежде абсолютно обоснованной на действие клеток, но еще и на все-таки претрансплантационную химиоиммуно и иногда лучевую терапию, то есть, достижение максимального противоопухолевого эффекта, чтобы тот минимальный клон, который остался, собственно, об этом мои коллеги дорогие уже и сказали, чтобы его подавить, но, большому сожалению, действительно сложно гарантировать то, что даже там из одной-двух клеток не возродится опухоль, хотя для этого делается все возможно, это потенциирование противоопухолевого эффекта с помощью, например, такой специфической очистки трансплантата, чтобы оставались только клетки, которые борются с лейкозом, гамма-дельта клетки, мы о них говорили в предыдущих эфирах, это подбор оптимального режима кондиционирования, например, для остро-лимфобластного рейкоза в основном это кондиционирование на базе тотального облучения тела, потому что по факту это для многих вариантов остро-лимфобластного рейкоза является золотым стандартом, поэтому здесь это все обязательно нужно учитывать, и Ирина Олеговна об этом сказала по поводу подбора донора, все-таки важно понимать, что первая линия при наличии родственного донора это все-таки родственный донор, то есть имеется в виду сестра, брат, и потом уже мы гапло-донора, то есть маму и папу частично совместимого или неродственного, например, мы оставляем на резерв, потому что, как правило, к счастью, срабатывает родственный донор, брат, сестра, потом уже мы выбираем альтернативного. И, коллеги, я позволю зачитать вопрос, который не относится к нашу сегодняшнему эфиру, но попрошу пресс-службу нам с этим вопросом пожалуйста, сейчас вот я к нему возвращаюсь, я помню, в общем, можно ли пройти, вот да, можно ли пройти первичную специализацию по лапароскопической хирургии у нас в клинике, пожалуйста, напишите этот вопрос в личные сообщения, мы попросим нашу замечательную пресс-службу, которая традиционно присутствует здесь на эфире, переадресовать этот вопрос нашим коллегам из образовательного отдела и попросим дать ответ. И единственное, мы просим вас уточнить, из какого вы субъекта или страны, потому что нас, мы знаем, смотрят и многие коллеги из-за рубежа и соответствующим образом попробуем ответить. Но у нас есть и вопросы совершенно по теме эфира, их уже в чате два, давайте на нем начнем на них отвечать. Где-то вот тут огромное вам спасибо написали, я просто хотел благодарность обязательно зачитать. Спасибо, это пожалуйста. Всегда пожалуйста. Что делать после ТКМ с тестикулами, как оградить от рецидива тестикул, нужно ли какие-то препараты или может быть облучение, тотал не было перед ТКМ, рецидив ОЛЛ костно-мозговой. Ну вот по поводу тестикулярного рецидива и тотального облучения, тут важно еще, если можно, напишите, пожалуйста, в чате возраст ребенка, о чем речь. Ну, Наталья Андреевна, тут вот давайте начнем с вас, что делать с тестикулами? Ничего не делать с тестикулами, на самом деле, почему Кирилл Игоревич спросил возраст ребенка, потому что тотальное облучение тела хоть и является золотым стандартом, но мы понимаем, что совсем маленьким детям оно не является методом выбора, и если первоначально при лимфобластном лейкозе, даже если случился рецидив, поражение яичек отсутствовало, с ними ничего делать не надо. Скажем так, почему у взрослых пациентов проводится еще и тотальное облучение тела, или тотал-боди, как мы его внутри целого коллектива называем коротко, оно, конечно, захватывает область яичек и является своего рода такой профилактикой, в некотором роде профилактикой возникновения рецидива яичек, но с локализацией в яичках, если быть корректным, но на самом деле как-то предотвратить развитие рецидива вы не сможете, повторю еще раз, с яичками ничего делать не надо, но хотелось бы отметить сразу, если вас это беспокоит очень сильно, рецидив тестикулярный, так называемый рецидив поражение яичек вы увидите сразу же, то есть вот даже если он вдруг произошел, вы увидите его моментально, потому что это не так, знаете, что у вас у ребеночка, предположим, в крови появляются в анализе бластные клетки, он при этом себя хорошо чувствует, количество этих бластных клеток прогрессивно увеличивается, например, в течение 2-3 недель, и вы анализ крови не сдаете, и вы не видите, что там происходит, каким образом происходит нарастание бластных клеток, то что касаемо яичка, то, как правило, это вот вчера ребеночек лег спать, а через день увидел, что яичко в 2 раза больше, чем было, да, и оно плотное, оно не мягкое, кожа мошонки очень ярко-красная, в ряде случаев болезненная, и практически всегда у пациентов после перенесенного лифопластного лейкоза это не хирургическая патология. если говорить за тестикулярный рецидив после трансплантации непосредственно, то они встречаются очень редко, намного реже, чем тестикулярные рецидивы после лечения первичного лимфобластного лейкоза, поэтому как-то оградить нельзя, но контролировать вопрос вы можете просто путем обычного осмотра вашего ребенка. Ну и хотелось бы попросить Ирина Олеговна проконтролировать, потому что кроме рецидива после трансплантации с яичками говорят еще что-то может быть. Действительно, конечно, функцию как-то, ну не то, что функцию, состояние надо оценивать. Да, конечно, во-первых, я хотела бы добавить, что если мы говорим о трансплантации в случае уже состоявшегося тестикулярного рецидива, то ребенок на поступает уже с, так сказать, уже подготовленными яичками, то есть мы либо в рамках кондиционирования облучаем с так называемым бустом, то есть мы подводим дополнительное облучение на яички, либо это хирургически. Я пришла, в отношении 16 лет прислали. Вот, то есть мы в рамках кондиционирования, то есть подготовки к самой трансплантации, мы с яичками уже разбираемся тем или иным способом, это в зависимости от возраста ребенка и от протокола, по которым он лечится. После трансплантации, соответственно, мы с яичками уже ничего не делаем, в этом случае, никаких препаратов профилактирующих и каких бы то ни было препаратов не существует. Что касается возможных осложнений со стороны гормонального профиля после трансплантации, конечно, не есть, и мы именно с этой целью контролируем яички, то есть мы понимаем, что фертильность, к сожалению, после трансплантации резко снижается, и вопрос контроля эндокринологом, гинекологом, урологом и так далее, это очень важно в случае постинституционного наблюдения. Спасибо большое. Ну и, конечно, хотелось бы отметить, что касается тестикулярных, действительно, поверьте, к большому сожалению, костно-мозговой рецидив пост трансплантации, он в тысячу раз более реальный, чем какой бы то ни был тестикулярный эпизод, потому что все-таки, как правило, не встречается. Но, поверьте, молодых врачей, уж простите за практически интимные подробности, мы учим, что если пациент приезжает на контроль, неважно, после трансплантации, после лечения просто, то, извините, практически сразу, помимо гемограммы и какого-то осмотра, нужно, ну, заглянуть мальчиком вот именно туда, чтобы действительно это проверить. Потому что, к большому сожалению, не смотря на то, что Наталья Андреевна сказала, что, ну, сразу видно, есть случаи, когда месяцами ходят, не обращают, что ли, внимания, поэтому врачи действительно, как бы, это сильно контролируют. Что же, давайте тогда про токлеточный гликоз поговорим. У нас автор вопроса задал, два вопроса мы сначала на один ответим, потом на втором, что они как раз так чётко бьются на гематологическую трансплантационную часть. ОЛЛ-Т3, транслокация 11-14, на начало 80% областном в костном мозге, 15 день 9,6 по одному, 15-16, 15-6, извините, по другому на 36-й день 1,9 в костном мозге по МРД 0,352. Риск рецидива в процентах нужна ли высокая группа и ТКМ? К сожалению, автор не спрашивает, извините, не уточняет, какой протокол, поэтому я думаю, что уточните, пожалуйста, ниже вы активно смотрите, какой протокол. Потому что без протокола сложно сказать. Дело в том, что показания к трансплантации, они могут разниться в зависимости от программы терапии, но от себя могу сразу сказать, что Т-клеточный лимфобластный лейкоз это практически всегда высокая группа риск. К сожалению, исторически так сложилось, что Т-клеточный лимфобластный лейкоз имеет чуть хуже прогноз и чуть выше риск рецидива, чем В-клеточный, поэтому, как правило, требует более интенсивной терапии. Это не значит, что трансплантация 100% случаев необходима. Нет, не обязательно, конечно. Но, в общем-то, в каждом из протоколов терапии есть свои показания, которые зависят от контрольных точек. Поэтому обязательно укажите все-таки, по какому протоколу вас лечат, и, в общем-то, чтобы мы могли понимать. Ну, транслокация, конечно, там, конечно, это не благоприятные факторы, но, опять же, зависит от протокола. И пока, собственно, мы ждем указания на протокол, от этого же автора. Второй вопрос, я, если коллеги, позвольте, с удовольствием на него начну отвечать. Вопрос такой, делают ли в России трансплантации от неродственного, доноры ищут ли и где, на каком уровне, насколько мне известно, в основном гаплы не заморачиваются с донорами неродственными. Вот. И я прошу... Совсем так. Да, я прошу прощения, нет, пока не ответили, пожалуйста, напишите по протоколу, я знаю, что вы нас смотрите наверняка. Вот по поводу неродственных доноров, это мы уже отвечали на этот вопрос. Но по поводу гаплы, у нас в России ищут неродственных доноров и в российских регистрах, и в международных, и везде, где только можно. Даже, будете смеяться, до сих пор, как сказать, периодически поглядываем в сторону пуповинной крови. У нас, как правило, мы поиск предварительный выполняем. Это значит, что не запрашиваем кровь там за рубежом, а предварительно смотрим. На случай того, что у нас бывают разные случаи. Когда, например, гаплоидентичный донор есть, но он не подходит по той или иной причине. Это может быть перенесённые заболевания. А мы, например, приводили в пример, когда перенесённая COVID-19 инфекция выбивает практически на полгода донора от сдачи гемопатических листовых клеток и ряд других факторов. У нас были разные примеры. Но, действительно, с точки зрения неродственного донорства сейчас гаплоидентичное донорство, оно, скажем так, более, наиболее, так сказать, востребовано. Почему? Потому что, не потому, что как бы не заморачивается, нет, потому что заморачивается, конечно, но благодаря современным методам так называемой очистки трансплантата, а у нас, например, в центре в основном делается так называемая TCR-альфа-бета-деплеция, это позволяет приблизить гаплоидентичный донор с точки зрения безопасности и эффективности к неродственному донору. А иногда это бывает действительно проще, потому что мама, папа, они доступны с точки зрения не то, что даже трансплантат привезти, мы его, знаете, эффективно привозим из других стран, у нас в центре из других городов, если это российский донор, а с точки зрения каких-то повторных трансплантаций, дополнительных трансплантаций. Хотя, конечно, хотя, конечно, мы при необходимости всегда этот вопрос обсуждаем, у нас, да, есть неродственные трансплантации, в том числе и в нашем центре, в том числе из-за рубежа. И, как правило, мы прекрасно знаем ситуацию в других центрах в России, конечно, при необходимости, если врачи решают, что нужен неродственный донор, обязательно из российского или из зарубежного регистра донора можно будет идентифицировать. Более того, уважаемые коллеги, хочется сказать, что число неродственных трансплантаций из российских регистров возрастает, потому что число доноров потенциальных увеличивается, сейчас уже их так на все регистры, если взять почти за 200 тысяч, там около 210, если все вместе сложить, это на самом деле уже достойная цифра. Я думаю, что если и когда мы перевалим за миллион, то практически всех доноров мы сможем в Российской Федерации найти. Единственное такое заблуждение есть, что невозможно на как бы, ну вот там знаете, вот сделали огромный регистр, вот всем-всем донорам, пациентам нашли донора в регистре. Нет, все-таки даже в Германии, даже в США доноры иногда бывают вот откуда-то из-за рубежа, потому что есть действительно редкие группы, например, я вот всегда привожу пример, что у нас ребенку из Бурятии мы нашли донора на Гавайях, то есть как бы ну вот только вот такая вот там группа была. Ну что же, нам отвечает, вот не указал опять же автор уважаемый, про протокол, это же большой риск оставаться в промежуточной группе вместо высокой при таком диагнозе и течении болезни. Понимаете, да, сразу здесь прокомментирую. Скажите протокол, пожалуйста. Потому что это очень важно для нас. У нас очень большая страна и Министерством здравоохранения приняты и утверждены для использования несколько протоколов терапии. В различных центрах используются разные протоколы терапии. Тут надо понимать, что это не значит, что где-то лечат хорошо, где-то лечат плохо. Это совершенно не так. Это лишь означает, что у нас есть разные режимы введения препаратов и у разных, скажем так, научных групп есть свой взгляд, когда что вводить, да, в какие там декретированные сроки, как ответ оценивать, как группы риска распределять и так далее. Это не значит, что конечный результат будет плохой, поэтому это очень важно понимать. И в нашем протоколе, опять же, если мы говорим о Т-клетке, то мы используем определенные критерии, мы оцениваем ответ на определенные дни для того, чтобы определиться с группой риска. И в дальнейшем уже из этого исходит наша тактика. Нужна ли такому пациенту трансплантация или не нужна. Вас нигде, я очень сомневаюсь, вот что там, где находится ребенок, его не долечат. Потому что, если ребенок лежит не в Центре Российской Федерации, не в Центральной клинике, а в регионе, то там обычно доктора всю дальнейшую тактику согласовывают с кураторами направления протокола. поэтому, если вы сомневаетесь, всегда можно запросить информацию у куратора направления протокола. Потому что самое основное, это те критерии, которые нам предлагают протокол. Клиника старается обычно четко соблюдать эти критерии. Ну, собственно, и соблюдают. Ну, да, да. Вот у нас есть еще вопрос, давайте, он напрямую к рецидиву не относится, но тоже такое с опасением, скажем так. Ребенку, сразу скажу, 6 лет, это вы есть выше в сообщениях. Закончили лечение в сентябре 21-го года. Не растут лейкоциты у нас и болят ноги, ручки. Сдавали костный мозг 5,4, но малоклеточный, спустя время 2,7 показал, что это может быть. Ну, тут вопрос, конечно, к вопросу того, что опять вот про сдачу костного мозга у нас, вы знаете, мы говорили, что не надо после окончания лечения каждое постоянно время сдавать. Это вас пугает. Лейкоциты еще хотелось бы, если можно, напишите, потому что не написано, лейкоциты не растут, а вот сколько они растут, это непонятно. Да, то есть я пока могу прокомментировать данное обращение. Во-первых, не сдавайте костный мозг на регулярной основе, пока не закончите поддерживающую терапию, потому что костный мозг после химиотерапии, к сожалению, пострадал определенным образом. Мы его искусственно угнетаем. Соответственно, для того, чтобы адекватно восстановиться и функционировать, требуется какое-то время. У всех это по-разному, если высокая группа риска, там чуть больше времени надо. Соответственно, на химиотерапии, которую ребенок принимает внутрь, гемограмма тоже может не совсем вас радовать. Вы ожидаете, я понимаю, других лейкоцитов и так далее. И болят ручки, ножки. Опять же, здесь в этом вопросе нужно разбираться, потому что после длительной гормонотерапии на фоне основного лечения лейкоза, будь то дексиметазон или преднизолон, возможны изменения структуры костей. Если есть проблемы с суставами, вплоть до асептических некрозов, 2,3 лейкоциты, это вполне на поддерживающей терапии адекватные лейкоциты. 2,3 вас не должны никак пугать. Даже если завершили лечение, это абсолютно нормальная цифра. У нас для населения Российской Федерации в целом такая есть особенность, склонность к лейкопине, особенно если вы из Сибири. Еще вопрос про формулу. Понятно, что мы знаем количество лейкоцитов, но лейкоциты состоят из нескольких популяций. Это тоже важно оценивать. Мне кажется, что на уровень лейкоцитов может влиять много факторов, в том числе инфекционные эпизоды, поэтому тут вопрос такой. Да, поэтому тут на самом деле единственное по поводу болевого синдрома еще невролог бы, конечно, хотелось порекомендовать привлечь в эту ситуацию, потому что может быть какая-то и так в личности. уголь нейропатии и так далее. Нужно разбираться в ситуации. Не забывайте об этом. Ирина Олеговна, давайте с вами ответим на краткий вопрос и пойдем дальше. Он, наверное, больше к нам. Он про Т-лимфобластную лимфомию. Извините, у нас просто много вопросов, поэтому приходится их не забывать. При Т-лимфобластной лимфоме тоже нужен тотал боди? Тоже в зависимости от многих факторов, я думаю. Здесь надо однозначно отвечать трудно, тут надо все индивидуально, пациентам досмотреть, понимать стадию, понимать, какое лечение было уже проведено. Вообще нужно трансплантацию. И вообще не всегда есть показания для проведения трансплантации. Так, ну что, давайте поздравим коллег. Сообщение радиолог Татьяны Николаевны лучше в своем деле. Я поддерживаю. Просто, а что за Татьяна Николаевна? Радиолог. Все правильно. Все правильно, да. Хорошо. Что же, двигаемся дальше. Я вижу, у нас радиологи, кстати, подключаются к эфиру. Значит, и вот, кто задавал вопрос относительно отоклеточного лейкоза, 11-14, написано, что лечимся в Морозской. И, как мы знаем, это клиника, которая работает под протоколом Москва-Берлин. Поэтому, конечно, там есть замечательный центральный комитет, который возглавляет Александр Сакович Карачунский, доктора всегда согласовывают группу риска с руководителем протокола. Поэтому, здесь, конечно, я думаю, что нужно докторов своих попытать относительно группы риска, если у вас есть сомнения. Если бы вы лечились по протоколу БФМ, то пытали бы, собственно, вы уже наш центр, а не центр Рогачева. То есть, это такая нормальная, действительно, уважаемые коллеги практика. и, конечно, трансплантация в Морозской больнице делается в полном объеме. Там существует отделение, которое Глеб Олегович возглавляет, наш добрый коллега. И я бы даже сказал, друг. Поэтому, я думаю, что здесь вы действительно можете общаться по этому поводу со своими врачами. И, действительно, протокол чуть отличается. Москва, апреля 2015, всё, собственно, да. Но я хотел бы напомнить, уважаемые коллеги, что в Морозской больнице в целом по острому лимфобластному лейкозу нерецидивному, а первичному общая выживаемость составляет больше 95%. Поэтому, конечно, этой клинике, мягко говоря, можно. Уважаемые слушатели, доверять. Хорошо, двигаемся дальше. У нас есть вопрос к Ирине Олеговне, как раз, который мы хотели бы с удовольствием ей задать. Как наладить питание после ТКМ? Очень плохой аппетит у ребёнка, чем поддержать организм? Ну, вопрос питания... В общем, как говорится, душа успокоится, да? Да, во время трансплантации, после трансплантации, это, наверное, один из важных вопросов после риска рецидива у пациентов и у родителей. Но на момент трансплантации, на момент нахождения в стильных условиях мы, конечно, придерживаемся низкомикробной диеты, и там, к сожалению, рацион достаточно скудный, и мы многое запрещаем. И когда дети выходят за пределы нашего отделения, конечно, всем хочется быстрее это питание разнообразить, добавить чего-нибудь такого, чего было нельзя делать в отделении. Я все-таки не рекомендую сразу впускаться во все тяжкие и начинать есть все то, что было запрещено, вот, а делать это все дробно и постепенно согласовывая с лечащим доктором, то есть постепенно вводить фрукты, постепенно вводить овощи, постепенно вводить молочную продукцию, все это должно быть поэтапно и абсолютно не быстро. Вопросы о том, например, можно ли цитрусовые, можно ли какие-то экзотические фрукты, конечно, это все очень обсуждаемо и дискутабельно, потому что... А если, извините, предлагают поставить зонд, этого надо бояться? Нет, бояться не надо, это надо, наоборот, воспринимать с позитивом и идти на это, потому что зондовое питание, к сожалению, иногда это единственный способ восполнить нутритивный дефицит, который у ребенка есть. После трансплантации, после высокодозной химиотерапии существует такое понятие, как изменение вкуса, то есть ребенок то, что любил раньше, уже не любит, ощущается все по-другому, и очень трудно накормить и подобрать питание. Поэтому постановка зондая, либо гастростома, даже если это необходимо, это абсолютно процедуры не страшные, а необходимые. Это не навсегда, то есть это какой-то этап, который дается ребенку на то, чтобы восполнить дефицит, и потом уже постепенно начинать есть самостоятельно. Поэтому бояться этого не надо, надо это делать, если врачи вам говорят. Ну и, собственно, наверное, и после лечения тоже вы сталкиваетесь с таким Да, да, конечно, я могу сказать, что вот я могу сказать, что у нас и в рамках подготовки к трансплантации устанавливается на загастральный зонт. Трансплантация является серьезной манипуляцией, которая практически всегда приводит к тому, что на какой-то период ребенок в принципе отказывается принимать не только твердую, но и жидкую пищу, но и воду в принципе. Плюс ребенок у нас растет и развивается. Помимо основного заболевания у организма есть еще и базовые потребности. Он должен осуществлять на адекватном объеме базовый метаболизм бороться с инфекцией, если она есть. Поэтому если ребенок к моменту, когда ему необходимо проводить трансплантацию, теряет вес, мы видим, что эта ситуация происходит постоянно, что нарастает дефицит массы тела, который мы обязательно оцениваем практически каждый день. Мы видим, что у нас подкожно-жировой слой истощается, меняется качество кожи, меняется качество ноготочков, слизистые, плохие и так далее. Естественно, мы принимаем решение о том, что необходимо установить назагастральный зонт для того, чтобы ребенок просто восстановился, чтобы не нарушался у него пассаж по желудочно-кишечному тракту, потому что это тоже очень важно, чтобы организм получал все необходимые питательные вещества. И я могу сказать, что если вы переживаете, что ребенку это будет очень неприятно, и он не сможет вообще с этим предметом в носу существовать, то это немножко не так, это не самая приятная манипуляция и не самые приятные первые дни после нее, но потом детки привыкают, и в общем-то для нас это во благо, в общем-то для ребенка, это позволяет нам не ограничиваться в сроках, мы делаем это превентивно, когда видим, что ребенок кушать не может, и в общем это только во благо ребенка. Спасибо большое, я если можно позволю себе тоже ответить на вопрос краткий, бывает такое, что больной человек может быть сам себе донором костного мозга, если говорим про лейкоз, нет, я вот коллеги не застали, они, так сказать, моложе и прекраснее меня, а Кирвич постарше не такой прекрасный, вот он, так сказать, застал еще трансплантацию аутологичной при остром миелоидном лейкозе, но сейчас, конечно, давно от этой практики отошли, потому что практически для любого пациента можно идентифицировать родственного, неродственного гаплодонора, поэтому при лейкозах нет, при солидных злокачественных на образованиях, конечно, делается, но там суть как раз трансплантации, не в трансплантации костного мозга, а в высокодозной химиотерапии, и костный мозг нужен для того, чтобы поддержать гемпс, чтобы быстрее из аплазии, так называемой, и вырваться. Что же, я, если честно, еще хотел по поводу лимфобластной лимфомы прокомментировать, автор пишет, что протокол Евро-ЛБ-02, в развании в голове гомерных пазухах, почки, средостейн, 33 день, перейден в среднюю группу риска, прошли первый и второй протокол, теперь стоит вопрос о лучевой терапии или томотерапии. Ну, судя по протоколу и наличию томотерапии от пациента из центра Рогачева, собственно, имеется в виду все-таки тотальное облучение тела, это в контексте подготовки к трансплантации. Это не суть облучения, скажем так, очага, какого бы то ни было, а суть в подготовке к трансплантации для того, чтобы добиться мила и лимфодеплеции. Это немножечко у нас, как сказать, получаются разные вещи, поэтому, конечно же, что просто лучевая терапия, 3D, которая делается в центре Рогачева, собственно, как и у нас, или томотерапия, они достаточно эффективны, безопасны, и мы, зная команду радиологов в нашем центре и в центре Рогачева, они, собственно, очень тесно и общаются, понимаем, что это, конечно, очень такая ситуация нормальная, рабочая. Благодарности. Добрый вечер. Смотрю ваши эфиры, хотя я недавно на вас подписан. Я хочу сказать огромное спасибо, когда можешь получить информацию, если, так сказать, первый хуст, это дорогого стоит. Вот коллеги, видите. Не зря, так сказать, работаем, да. И, собственно, вопрос к Ирине Олеговне. Ирина Олеговна, вот такой вопрос, практически, как раз по нашему, что называется, гематологическому даже пискал больше профилю. Ребенок поправился с опластической аномии, придет револейт, циклоспорин, вес донора 64, рецепиента 90. Это влияет на трансплантацию? Ну, то есть, что нужно сказать. Да, ну, что... Разный вес? Ну, что нет, что рецепиент, как бы, весит больше, чем донор? На трансплантацию-то не влияет, это влияет на выбор источника трансплантации, то есть, это клетки, либо костный мозг, лишь на это влияет. На сам процесс трансплантации, эффективность трансплантации, это никак не влияет. Ну, и, конечно, мы периодически рассказываем с коллегами про код трансплантации, когда, например, совсем маленький вес донора, можно взять пуповинную кровь, плюс чуть-чуть костного мозга, и, конечно, в этом плане справиться. Наталья Андреевна, здравствуйте, скажите, пожалуйста, смена климата в скупочках поездка на море, ремиссию ОЛО, что скажете? Спасибо. Ну, то есть, может ли поездка на море вызвать рецидив? Нет, поездка на море не может вызвать рецидив, мы, в принципе, не рекомендуем, ну, исторически так сложилось, да, что, в общем-то, повышенная солнечная ОФ-блучка, активность, так сказать, да, повышенная солнечная активность, все уже к концу эфира, повышенная солнечная активность, действительно в ряде случаев она, скажем так, не является благоприятной с точки зрения развития онкологических заболеваний. Поэтому таких четких данных о том, что те пациенты, которые живут в жарком климате на поддерживающей терапии после лечения лимфобластного лейкоза имеют высший риск рецидива заболевания, нет, но мы, в общем-то, пациентов сильно не ограничиваем. Мы рекомендуем им соблюдать такой лечебно-охранительный режим в рамках проведения поддерживающей терапии до ее окончания в полном объеме. лечебно-охранительный режим включает в себя диету, да, которую уже Ирина Олеговна говорила, низкомикробную в первую очередь, ограничение большого количества контактов, отсутствие именно нахождения на активном солнце, потому что вкупе все эти факторы они могут привести по тем или иным причинам к перерывам в лечении, что не является благоприятным для конечного нашего результата. Поэтому в целом до окончания поддерживающей терапии мы не рекомендуем детям активное нахождение скажем так в местах повышенного скопления людей на морских курортах под палящим зноем, а потом, когда вы уже лечение заканчиваете, вы можете с ребенком конечно поехать на море, но опять же активное солнце оно ни для кого не полезно, ни для взрослых, ни для детей, и в общем-то наверное вполне вы можете доступные для нахождения на солнце часы без солнечного удара с ребенком, который перенес лечение полностью, завершил в полном объеме находиться отдыхать. Я думаю, что да. Ну да. Я прошу прощения, вы знаете, у нас настолько интересный эфир, спасибо большое, нашим замечательным, потрясающим гостям и вам, но вы знаете, время неумолимо идет к концу, а у нас еще два вопроса, которых нам задали до эфира, нам их нужно обязательнейшим образом озвучить. А из-за чего может случиться рецидив? Единственное, мне кажется, мы чуть-чуть, конечно, об этом поговорили. Да, мы уже темы этой коснулись, я думаю, что мы не будем повторно много обсуждать, потому что причины развития рецидива к настоящему моменту они, к сожалению, не ясны. Да, мы можем предположить точную причину только у пациентов с точно известной генетической мутацией, которая была определена первично. При первичной диагностике, если это неблагоприятная мутация и на момент развития рецидива она сохраняется, то причина, скорее всего, в крайней устойчивости клетки лейкозной к проводимой терапии. В ряде случаев такое бывает. Если генетика достаточно спокойная, никаких мутаций нет, то, к сожалению, эти причины не ясны и, в общем-то, мы их не знаем. Мы были бы рады, но нет. После трансплантации тоже можно добавить, что факторы риска развития рецидива после трансплантации они, наверное, больше всего сводятся именно к тому, что изначально лейкоз рефракторный и клетка сам по себе настолько злая, что с ним может не справиться даже трансплантация. Поэтому это один из факторов риска. Именно сама злокачественность эти клетки. И на второй вопрос, я думаю, мы уже действительно будем потихонечку завершаться. Здравствуйте. Возможно ли по внешним признакам, например, сыпь на коже, покраснение глаз заподозрить рецидив? На что, кроме анализа крови, стоит обратить внимание? Спасибо. Получили. Да. На самом деле, сыпь на коже геморрагическая, наверное, да. она возникает уже тогда, когда у вас анализ крови достаточно уже развернутый рецидив, да, потому что если есть геморрагическая сыпь, вероятно, тромбоциты снижены до максимально низкого уровня вследствие тотальным замещением опухолевым клоном здорового костного мозга, да, то есть сыпь, конечно, может быть, но в первую очередь, конечно, мы рекомендуем ориентироваться на анализ крови, потому что за 1-2 дня рецидив практически никогда не развивается, поскольку это если поддерживающая терапия и анализ крови берете каждую неделю, соответственно, вы это сразу заметите, но любые экстрамедулярные рецидивы, экстрамедулярные, да, то есть, которые не в костном мозге, они могут быть и на коже, и поэтому любое дополнительное образование, которое возникло у ребенка, перенесшего лейкоз, должно вас насторожить и быть поводом для обращения к доктору, потому что могут быть так называемые экстрамедулярные поражения, при которых очаг расположен в мягких тканях абсолютно любой части организма ребенка, то есть, это может быть волосистая часть головы, часто бывает голова, оклоушная область, часто, в общем-то, да, ну, соответственно, такая ситуация. Да, еще хотелось бы добавить, что, ну, то есть, после трансфантации рецидива начинается с той клиники, которая была изначального ребенка, то есть, если вы замечаете те же самые симптомы, которые были при изначальном заболевании, при первичном заболевании, это, конечно, стоит, ну, можно насторожить. Кроме того, повышение температуры тела без явных катаральных явлений, без понятных причин, также это повод задуматься о том, почему же эта температура повышается, создать быстрый анализ крови. Если это рецидив, который не связан с костным мозгом, например, ЦНС-рецидив, соответственно, это специфические, специфические симптомы в виде нарушения зрения, рвоты, головной воли, изменения лица, то есть, вы видите, что-то не то с лицом у ребенка, например, то есть, это все тоже может быть в сторону подозрения, то есть, это повод обратиться к доктору, показаться ему, сдать анализы, не паниковать, а лишь, как бы, вот, начать действовать. В любом случае, когда мы предлагаем план обследования, после завершения основного лечения, есть определенные сроки, когда вы должны приходить к доктору по месту жительства, в течение первого года вы получаете анализ крови еженедельный, в принципе, можете сориентироваться самостоятельно, в дальнейшем этот срок немножко увеличивается, да, то есть, как правило, раз в месяц это происходит, но никто вас не будет ругать, если чаще вы обратитесь, если вас что-то беспокоит. Спасибо большое, у нас, правда, тут очень, еще несколько вопросов есть, поэтому их очень быстро озвучим, значит, первый вопрос, здравствуйте, при приеме КАТСИЛы, через сколько курсов делать контроль КТ, пожалуйста, напишите по поводу Ростузумаба, личные сообщения, это не про лейкоз, чуть-чуть другая тема, комментарий по поводу, вот, вопроса про лимфобластную лимфому, оказывается, речь просто про лучевую терапию, трансплантации не планируется, но даже при полной эридикации опухолей не всегда можно обойтись без лучевой терапии, особенно, если это действительно лимфома, но здесь надо вам все-таки с врачом, с вашим более подробно проговорить, если показания есть, то наверняка они сформулированы правильно, потому как нужно внимательно посмотреть по протоколу, и я подозреваю, что действительно врач консультировалась с ведущим центром. Скажите, пожалуйста, что лучше трансплантация костного мозга из стволовых клеток из крови, в зависимости от того, что, собственно, говорят врачи, так и лучше, потому что у нас клиники могут делать и костный мозг из стволовой клетки, это зависит от многих факторов, тут уже за пару минут не скажешь, но и тот, и тот источник, он нормальный, рабочий, поэтому в этом плане доверьтесь своим врачам. И вы знаете, еще один автор, тот же автор спрашивает, какой МРДИ на 84-й день лечения должен быть при ОЛЛТ-3, тут, ну, наверное, тоже сапеллируем в сторону протокола, потому что это тоже... Да, потому что на 84-й день это, если по протоколу это контрольная точка, то этот уровень должен быть максимально низким, я подозреваю, да, потому что, в общем-то, ремиссия должна быть достигнута в первый до 33-го дня, как мы все знаем, в стандартных, в общем-то, протоколах, вне зависимости от протокола, в первый месяц, условно скажем, все следующие контрольные точки, они в первую очередь предназначены для того, чтобы посмотреть, нет ли прогрессирования и какой в целом эффект в рамках планируемой трансплантации. Вот, поэтому это вот, опять же, касаемо протокола терапии. Ну и я думаю, что мы, чтобы завершиться, уже хотели бы сказать, что не всегда нужно постоянно, скажем так, контролировать эту ситуацию относительно наличия минимальной остаточной болезни. Вы знаете, что мы говорили о том, что не нужно, скажем так, каждую неделю брать самостоятельно и самостоятельно. Самое главное, тут МРД и МРД рознь, потому что сказали про транслокацию, транслокация есть, МРД это, скажем так, просто опухолевая или транслокационная или какая. Я просто, мы действительно призываем вас к докторам обратиться. При наличии каких-то еще опросов, мы, честно сказать, тоже еще рекомендуем, вы можете написать нам на оргметод не доксобака. Ронс.ру это известный адрес, но повторюсь, как сказать, мы не являемся центральной клиникой по протоколу Москва-Берлин и, конечно, это лучше обращаться действительно к вашим лечащим врачам, которые на полной связи с теми руководителями протокола, которые его и ведут. Вы знаете, уважаемые коллеги, слушатели, лекторы, у нас осталось буквально пару минут, наверное, на заключение. Предлагаю начать в обратном порядке с Ирины Олеговны, потом с вами. Спасибо большое за внимание и хотелось бы еще раз сказать, что самое главное это динамическое наблюдение. Быть внимательным к своему ребенку и вовремя обратиться за помощью к врачу и сдать необходимые анализы. Бояться не надо, надо лишь быть очень внимательным. Полностью согласна с Ириной Олеговной. Большое спасибо за возможность снова пообщаться в прямом эфире. Всегда возникает много вопросов касаемых лифобластного лейкоза, это у нас неисчерпаемая тема. Поэтому всем хотелось бы пожелать здоровья. Смотрите наши эфиры. Если есть какие-то вопросы касаемо лифобластного лейкоза, пожалуйста, не стесняйтесь. Вы можете сдавать абсолютно любые. В личные сообщения их направят нам либо на почту оргметодниедок. Пожалуйста, мы всегда вам ответим. Спасибо большое. Завершаем наш замечательный эфир. И в завершении хотелось бы сказать, что действительно важно не бояться, а важно знать, быть внимательными и всегда прислушиваться к докторам, к пациентам и их семьям, а к пациентам и их семьям собственно к врачам, медсестрам и всем тем, кто помогает выздороветь и выиграть этот действительно очень важный и зачастую сложный бой. у нас надеемся продолжатся наши эфиры. Думаю, что завершим действительно цикл по острым лейкозам. У нас истосковались уже специалисты по сольным злокачественным образованиям, но вы пишите в сообщении. Я думаю, что цикл по лейкозам мы обязательно в скором времени повторим. Наверняка что-нибудь новое сможем вам рассказать и ответить на уже имеющиеся вопросы. Действительно завершаемся. Благодарим вас за внимание. Напомним, что с вами были заведующим отделением гематологии и химотерапии гемоблосудов номер 2 кандидат в медицинский инклюк Наталья Андреевна Батманова, врач-детский онколог в отделении детской трансплантации костного мозга, заместитель заведующего Ирина Олеговна Костырева. Я заместитель директора нашего НИИ детской онкологии и гематологии Киргизов Кирилыгович. И, конечно, благодарим традиционно всех тех, кто вместе с нами и под чьим руководством мы работаем, потому что, конечно же, невозможно было бы представить, что все, что мы тут рассказываем про наши успехи и какие-то такие дела, невозможно было бы представить и без директора нашего НИИ, и без руководителей и врачей других структурных подразделений Тимур Тиманович, который постоянно бывает в наших эфирах, Мэри Алексеевна, да и действительно всех уже и не перечислишь. Что же, до будущих встреч и до новых побед! Субтитры создавал DimaTorzok